Особое мнение на 101FM Сергеева Где есть 165 обманутых дольщиков Которые остаются без жилья И прокурор Насколько я понимаю Требует для господина Лагунова 5,5 лет Лишения свободы В заголовок у коллег На своем Кировском Вынесена фраза Застройщика Я очень виноват перед вами Они пишут, что он признал свою вину и раскаялся Но про деньги ничего объяснять не стал Как ты оцениваешь эту ситуацию По-новому Сергеева Есть ли там перспективы Справедливо ли запрошенное прокурором наказание На твой взгляд 5,5 лет И приведет ли это К череда таких судебных разбирательств К какому-то понятному разрешению проблемы Значит то, что приведет К разрешению проблемы Я не думаю Я считаю, что Наверное, это Больше можно говорить о том Что это не создаст какие-то новые проблемы И может быть Кого-то остановит Каких-то других застройщиков Делать то, что делают предыдущие Делали предыдущие застройщики Это автоспецгарант Который Неизвестно Там большое количество Обманутых дольщиков То, что сейчас Вот тех Комсервис Я думаю, что Это Так скажем Побудит остальных Застройщиков Все-таки достроить И сдать Жилые дома И передать Квартиры людям То, что касается Дава Сергеева Ну, я считаю Там Также на скамье Подсудимых Вместе с ним Должны быть Сотрудники Администрации Города Которые выдавали Разрешение Это Всем известно Затопляемая зона Любой житель города Об этом знает И изначально Строительство Жилого Бекарарайона Тонхаусов Ну, это какая-то Такая была Бредовая идея И То есть Если Затопляемая зона Если у нас По-моему Если я не ошибаюсь Если даже раз в сто лет Территория Затопляется При Таянии снега И Разливе То Эта зона Считается Затопляемой Данная Данная территория Затопляется Намного чаще И вот В 2016 Году Я помню Что эти Тонхаусы Практически Там Плавали До второго этажа Поэтому Администрация Города Не могла Тем более Управление Архитектуры Не знать об этом Каким образом Было выдано Разрешение На строительство И как там Разрешили строить Без каких-то там Не знаю Там Дополнительных Переприятий Там Не знаю Отвод какой-то Воды Осушения Там Или еще что-то То есть Для меня Непонятно Поэтому В том числе Что там появились Обманутые дольщики Виноваты в том числе И сотрудники администрации И должны быть наказаны И должны быть наказаны Я надеюсь Что Продолжение Этому будет Тем более Там Вроде бы Была экспертиза Следственного комитета Насколько я помню Что Часть домов Признаны То есть Их там Надо просто Напросто сносить Да Поэтому В какой-то стадии Будет ли продолжение Я думаю Что мы увидим Услышим Ты говоришь Что Это может Вот эти Суды И это Возможная Посадка Может только Побудить Уже существующие Проблемные Объекты Их Застройщиков Завершить Достроить Достроить Но Проблему То есть Денег-то нет По-новому Сергеева То же самое Чак говорит Он не говорит Где деньги Есть ли они Непонятно Денег-то нет И администрацию Администрация Насколько нам известно Пытается найти Разные ходы Для того Чтобы стимулировать Застройщиков Достраивать Других Застройщиков Достраивать Эти дома Застройщики Со своей стороны Конечно говорят А что мы за это Будем иметь И в первую очередь Они заявляют о том Что дайте нам Тогда территорию Где мы можем Нормальную территорию Где мы можем Осуществлять Другое строительство Таким образом Компенсировать Свои затраты На достройку Ну и зарабатывать Потому что это бизнес Прежде всего Как этот процесс Сейчас идет В городе Насколько мне известно Министерство строительства Данным вопросом Даже больше занимается Обманутыми дольщиками А не городская администрация Но Пример Когда достраивали дом На Ленина 145 Готовность Вот Боюсь ошибиться Но Вроде Вот На память Правильные цифры Готовность была Пять Вернее Достроить надо было Всего пять Процентов То есть 95 Процентов Была готовность Дома И за это Застройщику Отдали За то что он Достроил Вот эти пять Процентов По моему Даже Одноподъездного Небольшого Девятиэтажного Дома Который Достаточно Долгое Время Стоял Вот Между Блюхера И Улицей Хлыновской Дом За это Отдали Четыре с половиной Гектара Земли В Первомайском районе Это как раз Вот За Заправкой Движения Как раз На стрелке Которая Поворачивает На Коминтер На Порошино Ну Честно говоря Вот если Это Пересчитать И если За пять Процентов Отдавать По четыре С половиной Гектара В черте Города Земли То Наверное Для того Чтобы решить Проблему Обманутых Дольщиков В Кире Надо отдать Не одну Область Ну В моем Понимании Потому что Сколько Тогда надо Земли Отдать За Такие Объекты Как Ну Например Там Кчусовский Не факт Что они Будут Достроены На улице Современной Где Там Буквально Готовность Там 20-30 Процентов Тектон Есть такая Организация На Перезняковской Там Только Каркас Тогда За эти Достройки Сколько Нужно Отдать Поэтому Честно говоря С таким Подходом Я Ну С трудом Верю Что Проблему Дольщиков Можно Вот Если Так Так Скажем За пять Процентов Отдавать По четыре С половиной Гектара Наверное Не решить А разве Это решение Не утверждается Депутат Это не утверждается Это Дело От Областное Правительство И депутаты Городской Думы Тут Конечно Никакого Отношения И даже По-моему Администрация Города Не имеет А сами Депутаты Администрация Города Какой Выход Предлагают Вы знаете Вот Как бы Все Обманутые Дольщики Это Конечно Для большинства Людей Это беда Но Так Или Иначе То есть Мы Все равно Живем Достаточно В таком Информативном Пространстве Да И про Любую Организацию В том числе Которые Все Эти Есть Они Ну Изначально Были С какими То Проблемами То есть Если Рядом Строится Дом Стоимость Которого Там 40 тысяч Рублей Квадрат А через Дорогу В этом же Месте Продают По 25 тысяч Квадрат Как это Дел Автоспец Гарант Например Ну Вопрос В принципе На что Люди Изначально Надеялись Но Тут Я считаю Организационной Администрации Привлекать Может быть Но Как-то Это делать По-любому Нельзя Наверное Оставлять Один на один С этой Проблемой Но По-любому Как-то Не решать Все полностью За людей То есть Надо давать Возможность Вот допустим Есть Дома Которые Готовность Достаточно Хорошие Люди Готовы Допустим На этом же Паклина 60 Там Люди Готовы Сами Организоваться И Достроить Этот дом На Гороховском По-моему Та же Сама Ситуация Там Буквально Надо Просто Помогать Может Какими-то Там Административно Подключениями Какими-то Но Не Полностью Брать И Достраивать Из-за этого Отдавать Как бы Земли И Я не считаю Это эффективно Да Но вот Что касается Людей Которые Судя по Твоим словам Должны Сами Нести Ответственно За ту Недвижимость Которую Они покупают То вот Кстати говоря Она судья Которую мы Сегодня уже Помянули По тех Комсервису Пенсионерка Галина Четина Очень выступала Эмоционально Ворюга Хорошо тебе Живется На наши Деньги Будь ты Проклята Она Говорила Она продала Все свое Имущество На севере Чтобы переехать В Киров Поселиться В Слободе Новое Сергеево Надо понимать Что даже Люди Живущие В Кирове Большинство Из них Не покупают Квартиры Много раз И они Не глубоко В этом вопросе И они Не знают Этих застройщиков Которые у нас Существуют Потому что До сих пор Черный список Вот такой Чтобы прям Ты заходил Там и сверялся В общем Тоже Не особо Действенен А уж Что говорить О людях Которые там Извне Покупают Квартиры Тем более Что надо Видеть Как агитируют Застройщики Какие методы Используют Я сама Попадала В такую ситуацию Для убеждения Что все Прекрасно Особенно Когда это Говорят Что вот Центр города Или вот Здесь посмотрите Открытые Вот сколько Информации СМИ Очень часто Проблемные дома Рекламировали СМИ Наиболее активно На самом деле Ну потому что Более стабильным Состройщикам Такие как у нас Есть там ССК Кироспецмонтаж Там И прочее Наверное Не нужна реклама В таком количестве Потому что К ним как бы Идут Но хотя Вот я соглашусь Тут в том Что Кто бы мог Подумать Что допустим Кчуз Может там Обанкротиться Да То есть Достаточно Стабильная Была организация Но Я так понимаю Что там тоже Все будущие Обманутые дольщики Все кто не получил Во время Квартиры Поэтому тут Безусловно Надо людям Помогать Но просто Помогать Ну я не знаю То есть Как-то более разумно Потому что Ну вот Если перевести На метры Да То есть Как бы Четыре с половиной Гектара И пять процентов Одна подъездного дома Ну наверное Это несовместимая вещь Какой компании Дали четыре с половиной Гектара Доминвест Так вот Этот участок О котором ты говоришь На стрелке На повороте В Коминтерн Он ведь тоже Затопляемый Насколько я помню Я по крайней мере За этой заправкой Движения Видела разливы Которые заливали Там склад Какой-то большой Построен Технически Такой Оранжевыми панелями Общит Он весь был в воде Ну я думаю Что Доминвест Такая опытная Строительная компания Поэтому Они наверняка Не могут об этом Не знать И насколько мне Известно Правительство Самообласти Они как-то Это предусмотрели В том числе При передаваемом участке Чтобы ответственность Была полностью на них И наверное Все вот эти Все эти работы По отведению Для того Чтобы в дальнейшем Строить То есть это будут Проблемы исключительно Доминвест Ну вот сейчас Такая же история С Новосергеевым С Новосергеевым То есть у них Есть ограничения После чего Они получат Разрешение на строительство У Новосергеева Я так понимаю Что никаких ограничений Не было Денис Херохин Это его особое мнение Сейчас в эфире Через полминуты Снова в студии Особое мнение На 101FM Денис Херохин Депутат Кировской городской думы В программе Особое мнение И я хотела Вот что еще у тебя спросить Новые замы У Шульгина Нашего сети менеджера Появятся В ближайшее время Вчера на совете думы В состав которого Ты входишь Были представлены В качестве этих новых замов Господин Плехов Геннадий Плехов Он бывший Нынешний пока еще Начальник теруправления По нововятскому району Очень известный начальник теруправления Один из старейшин Нашего города И один из самых активных Начальников теруправления Ему прочат место Первого заместителя Сети менеджера Он был так представлен Вчера Насколько я понимаю И второй человек Который получит Должность При сети менеджере Это Виктор Задворных До 2014 года Он был в Рио Военного комиссара Кировской области Больше особо Я ничего такого Не знаю Про Виктора Задворных Но может быть Вчера вам разъяснили Для чего Во-первых Эти Что Ну вот Как представили вам Эти кандидатуры И поддержали ли вы их Ну В свете того Что постоянно Происходят какие-то там Пертурбации В составе администрации В топе администрации Постоянно кто-то приезжает Потом снова уезжает В частности Вот Ященко На место которого Плехов был представлен Да То есть все время Кто-то приезжает Через год он уезжает Или чуть побольше И вот тут вроде Берут двух наших Все время же говорят Не варяги А наши Позитив? То что касается Плехова Ну я думаю Что его Представлять И объяснять Из депутатов Наверное Дикому не надо Потому что Кино Иванович Достаточно Опытный И чиновник И Опытный Руководитель И если посмотреть На Товецкий район И кто там бывает Наверное Со мной Согласится В том что Ну порядок там Есть То есть Прибрано Выкашено Там Ну Геннадий Иванович Как хозяйственник Наверное Для города Это большой плюс И то что он Займется И будет Курировать В том числе Городское хозяйство Ну наверное Это как раз Вот Как раз Вот его То что касается Второго Вот вы сказали Виктора Задворных Виктора Задворных Я честно говоря Не понимаю Зачем это Кто это И Для чего Вдруг Ему понадобится То ли он начальник Какого-то отдела В администрации До последнего До настоящего времени Возглавлял Отдел спецпрограмм Отвечающих За мобилизационную Подготовку Городских чиновников И защиту Государственной тайны А сейчас Он будет заниматься Информационной безопасностью И взаимодействием С федеральными органами Власти Ну Я не вижу Не понимаю Для чего это нужно Ну наверное На комиссиях Где их будут Согласовывать Перед тем Как вынести До Думы Ну наверное Объяснят Ну честно говоря Какая угроза Информационной Безопасности Городской администрации Ну честно говоря Не понимаю Не могу Даже это прокомментировать Ну я впервые сталкиваюсь С этой должностью Может быть она уже существовала Я первый раз Я первый раз Вчера услышал Это человека Как и в принципе Наверное Большинство Из тех Кто вчера был На завете дома Так Ну Плехов плюс Плехов я считаю плюс Это хорошо Одобрение Дальше Идем по программе Вчера В библиотеке Имени Герцена В 17 часов Собирался Общественный совет При Министерстве экологии И При большом стечении Министерства экологии Большое стечение Народа Там были политики Там были общественники Там были просто люди с улицы Которые слышали И заходили Обсуждали вопрос По Мородыкова Был Полный зал Приставные стулья Все было заполнено И говорят Были очень горячие обсуждения Был ли ты там? Нет Я там к сожалению Не был Но мы видим Что Как только появился документ С мая месяца В Кировской области И митинги проходят И заседание клуба вечерний И в общественной палате В общественной палате Всегда обсуждают И на прямой линии С губернатором Два раза задавали Вот этот вопрос При этом Многие эксперты В нашей студии Прямо говорят Что принятые На уровне Правительства Российской Федерации Решение изменить Не удастся А существуют До сих пор Вот такие заявления Что давайте откажемся Давайте мы не будем Что ты думаешь По объекту Мородыковскому И про активности Которые Вокруг Этого объекта Сейчас возникают И со стороны Общественности И со стороны Чиновников По активности Общественности Это достаточно Объяснимо Потому что Вот само по себе Появление Бородыкова Когда-то Оно Вызывало Кучу негатива И честно говоря До сих пор Вот в этой истории Что вы знаете Это никаким образом Не повлияет На радиацию И не влияло На радиацию Ну лично Я не верю Наверное Как и Часть там Самых Жителей Города Несмотря на все Периодические Замеры Там Доказательства Того Что там Все хорошо Все здорово Ну честно говоря Сомнения Все переработали Все хорошо И сейчас Вновь То есть Я так понимаю Что этот объект Стоял Какое-то время Дезодействован И сейчас Вновь Нам Объясняют Что там Что-то снова Будут перерабатывать Единственное Что Когда говорят Переработка Там Каких-то Ртутных ламп Или там Батареек Ну Мне кажется Это что-то Что-то не то Почему Потому что Ну ртутных ламп Во-первых Скоро уже Наверное И не будет Потому что Все переходят На диодные Но батареек Нужны ли Достаточно Такие Большие Площи Чтобы перерабатывать Батарейки Понятно Что там Никогда Не будут Конфетной Фабрики Или еще Что-то То есть Там должно Быть Какое-то Производство Поэтому В принципе Все Все Вот Самое Все Опасения Общественности Что там Будет Что Будет В этот Раз Я Понимаю Разделяю И считаю Что Ну Наверное Это Правильно И Что Чтобы Людям Объяснили Все-таки Что В конечном Итоге Там Будет Чтобы Получилось Каких-то Недоговоров Что там Мы Планировали Батарейки И еще К батарейкам Какие-то Отходы Те Понятного Происхождения Поэтому Я считаю Просто Тут Надо Тут На власти Открыто Объяснить Открыто Показать Мне Какая-то И считаю Это Какой-то Тайной Поэтому Тогда Не будет Никаких Волнений Ничего То Что Надо Перерабатывать Безусловно Перерабатывать Там И Аккумуляторы Там И батарейки И еще Какие-то Там Отходы Которые Имеют Большую Класс Опасность Но Люди Должны Это Знать И Понимать Ну Как-то Что Это Будет Тем более Это По идее Достаточно Близко И с Городом И С Котельничем Там Напрямик Десяток Километров Через реку То есть Поэтому Все Волнение Понимая Разделяя И считая Что Точно Тут Ничего Скрывать Нельзя И надо Об этом Открыто Объяснять Очень активно Обсуждается Пояснение Которое Господин Бричалов Глава Удмурти Выложил Там В паблике У них Комбарки Тоже Будет По химическим Отходам Объект Утилизационный И там Тоже Будет В этом Списке Комбарка Как и мы Как и Мородековский Объект И Он Распространил Своё Обращение Гражданам Отвечал На самые Распространенные Вопросы По заводу В Комбарке Отходы Первого и Второго Класса Опасности Из каких Регионов Будут Перевозить Отходы В Удмурти Планируется Львоз Опасных Отходов Из-за Рубежа Как Перепрофилирование Объекта Скажется На здоровье Экологии Все заинтересованы Могут в интернете Эти его ответы Найти Я обратила внимание Что Когда Поясняется Что такое Когда Бричалов Поясняет Что такое Отходы Первого и Второго Класса Он не просто Поясняет Что это такое Это тоже В доступе В открытом Есть Он приводит Анализ Отходообразования В Удмурти Который Позволил Выделить Отходы Которые Могут стать Сырьем Для нового Комплекса Он сразу Обращает Внимание Что Они Прежде всего Удмурти Анализируют И дальше Он говорит Как раз Про Те самые Аккумуляторы И кабели Он говорит Про Люминесцентные Лампы Термометра И другие Приборы Батарейки Источники Бесперевоинного Питания Отходы Химического И нефтехимического Производства Органические Горючие Отходы И отработанные Растворы Кислот И щелочи Вот Все Что он Тут Называет Приводит Конкретные Вещи На самом деле Они тоже Упоминаются В отношении Мородыкова И вот Вопрос Как раз Предоставления Информации На уровне Региона Или Федерации Я не знаю Кто это должен Предоставить На самом деле Федерация Или регион Мне почему-то кажется Что федерация Раз они там Планировали Они что-то должны Запланировать Но до сих пор Непонятно И даже ты Вот сказал По поводу радиации До сих пор Непонятно Откуда возникает Вот эта история С радиацией С атомными отходами Потому что В один голос Власти говорят Что никакой радиации Никаких атомных Отходов Речь не идет Откуда это берется Я думаю Что тут Часть конечно Просто Общественность Скажем так Волнение Это столько Велико Что у нас Уже есть Куча примеров Когда у нас Говорят Что там И будет А потом Что-то появляется Поэтому Возможно Что-то Люди Просто там Так скажем Скучают То что есть Но вопрос Вот действительно В Удмуртии Есть аналогичный Завод Есть ли Смысл Размещение В соседнем Регионе Подобный Завод Если нам Нужно Перерабатывать Градусники Лампы Как они пишут Аккумуляторы И батарейки Насколько активно Этот вопрос Обсуждает С депутатами Кировской городской думы Мне интересно Или Кировская городская дума Не считает это Своим вопросом Нет Это В любом случае Каждый живущий На территории города И области Считает это Наверное Своим вопросом Потому что Ему здесь жить А то что Депутаты Кировской городской думы Это Наверное Не совсем их история Это все-таки Областная Поэтому тут Влиять Наверное Вряд ли Как-то можно Вот Я считаю Что В любом случае Это промплощадка Простаивать Не должна Но люди Должны четко Понимать Что Там будет И Ну тогда Насколько Серьезно Вот тебя Как человек Как горожанина Как жители Кировской области Этот вопрос волнует Меня он волнует Потому что Я не верю Что Я также не верил Ну это мое мнение То есть Как бы То есть Мое право Верить Не верить Но я также Не верил Что Допустим Объект Который до этого Был Не приносил Никакой Самоотравления Так скажем Дегативной Экологической Вот Ну Что От него Не было Какого-то Самозагрязнения Если тебя волнует Я в это не верю Ты участвовал В митингах В обсуждении На клубе вечерний Или вот Почему не пришел Вчера На Очередное обсуждение Да Вот К сожалению Не участвовал Но я думаю Что это Единственное То что Еще Будет Я думаю А почему Не участвовал Это интересно Ведь с мая Уже обсуждается Вопрос Нынче июль Почему не участвовал Ну Видимо Как-то Типа Падает То есть Не настолько Все-таки Больной Вопрос Ну Я считаю Что Все равно Будет Какая-то Какая-то История В конечном итоге Заставит Администрацию Области Все-таки Реально Показать Что там Будет Поэтому Я думаю Что В принципе Наверное Уже Вряд ли Сейчас Получится Так вот Сказать Одно Сделать Другое Поэтому Я все-таки Надеюсь На Доразумность И что Эта Проблема Ну Просто Разрешится Продолжается Программа Особое мнение Правда Нам нужно Будет Прерваться Буквально На полтора Минуты У нас Реклама И Несколько Вопросов Которые Еще Хотелось Обсудить В частности Что касается Дел Городских То Если Движение По делу По парку Победы Давно Что-то Не было И По делу ЦДС Хотелось Если Мы Успеем Обсудить Обсудить Вопрос По Свежим Данам Кировстата По поводу Того Что Кировчане Все меньше И меньше Пользуются Общественным Транспортом Несмотря На то Куда Идет Весь мир И наша Страна Это тоже Интересно До выборов Городскую Думу И кое-что Еще Особое Мнение На 101 ФМ После Суда И фарки Денис Ерохин Со своим Особым Мнением В эфире Нашей радиостанции Микрофон Работает Светлана Занько Свежие Данные Кировстата Вышли Вот что Они нам Говорят Общественным Транспортом Горожане Пользуются Все меньше На 3% Меньше Чем В 2017 Году А личного Транспорта Становится Все больше И тут На фоне Того Как развивается Там Ладно Казань С Москвой И Лабуга Какая-нибудь Тут же Ижевск Удмуртия Там Ближайшая Да Об этом Нам Говорят Как-то Тревожно Становится Нет Ну В принципе Чтобы Развивался Общественный Транспорт Нужно Нашим Горожанам Четко Мотивация Для чего Они будут Пользоваться Общественным Транспортом Если В принципе Автобус Стоит В этой же Пробке Где Автомобиль Конечно Намного Комфортнее Сидеть В автомобиле Чем Автобус Поэтому Необходимо Конечно Тут Во-первых Это Качественный Пассажирский Транспорт Во-вторых Необходимо Наверное Выделенные Полосы Для того Чтобы он Двигался Вне Зависимости От Движения Скажем Тифпотоки Машина По выделенной Полосе Но По выделенной Полосе Я считаю Что Это История Такая Немножко Утопичная Для нашего Города Потому что Вряд ли Можно Сделать Выделенную Полосу На Ленина Или на На каких-то Улицах Потому что У нас Город Старой Застройки И Большинство Улиц Мы прекрасно Понимаем Что Никогда Там Некую Выделенную Полосу Не сделать Так Ну вот Эти Все вещи Мы говорим О них Постоянно Но Это Вообще Никакие Не побуждение К действиям Потому что Если говорить О Современном О качестве Пассажирского Транспорта То когда Мы в конце Концов Его получим Вот вопрос И почему Все время Затягивается Вопрос Закупом Новых машин И почему Позволяется Ездить По улицам Нашего города Транспорту Чадящим Ладно Но тут Мы сегодня Приводили Пример Это Не наши слова Это слова Соответствующих Чиновников И соответствующих Ведомств Которые говорят Что Износ Троллейбусов 99 Износ Автобусов 93 Что Для этого Депутаты Делают Чтобы Изменить Ситуацию Вы знаете Вот то Что сейчас Обсуждается Создание Единственного Автотранспортного Предприятия Я считаю Что это Очень правильная История Когда Объединят И областное И Коротское Автотранспортное Предприятие Почему Потому что Наконец-то Может быть Там будет Прозрачная Экономика А не та Которая Была Выстроена Еще При предыдущем В руководстве Города И которая В принципе Не сильно Изменилась При Нынешнем Самоуправлении АТП Это акционерное Общество АТП Которое 100% Принадлежит Городу Я не считаю Что там Произошел Какой-то Прорыв Я считаю То есть Это Ну На мой взгляд Так же Все там Как бы С экономикой Не все Хорошо Поэтому Я считаю Что единственный Такой шаг И Закупка Новых автобусов Уже необходимо Наверное Когда будет Новое Областное Предприятие Которое Будет заниматься Всеми перевозками И областными И городскими То есть Сколько лет Мы еще не получим Новых автобусов Я думаю Что в ближайшее время Все равно Это Вопрос Будет активно Двигаться Я по крайней мере На это надеюсь Поэтому Я думаю Что В ближайшее время Это не ответ Денис Что делает Для этого депутата И требует Чего Ну вот смотрите То есть Есть частные Перевозчики Которые Умудрялись При тарифе Который сейчас Есть 22 рубля Они умудрялись Самообновляться И покупать Новые автобусы На сегодняшний день После смены Руководства АТП Им Данная сумма Так скажем Им подняли Обслуживание На паршрутах За то Что они оплачивают Там за стоянку За прочее Прочее То что с них Берет АТП Как Так скажем Генподрядчик То есть Они у них На субподряде Поэтому По идее Если сейчас Частники Не покупают Автобусы То эти автобусы Должны покупаться В АТП Но И они не покупают Потому что у них Деньги Как бы В виде Так скажем Собирают АТП В виде Различных Дополнительных услуг Частники не покупают Да И в то же время Как бы АТП Я так понимаю Ничего за последнее время Не Приобретало Вот Та лизинговая история Которая обсуждалась Ну честно говоря Наверное это выход Купить автобусы Сама в лизинг Но Я считаю Что экономика АТП На сегодняшний день Вряд ли Позволит Обслуживать этот лизинг И так или иначе Все у нас противоречия В ближайшее время Ничего не изменится Все таки получается Я думаю Что Тут надо Ждать Когда будет Новое предприятие И Сколько ждать Процедуры Сколько займут времени Объединение Я думаю Что Ну В этом году Наверное что-то Произойдет Я надеюсь То что сейчас Принято Принято решение По закупке Советом директоров АТП По закупке 15 15 По-моему Да Новых Троллейбусов По-моему 15 Ну это Условия Только выполнимо Если Тариф Был 28 Рублей Мы правильно Понимаем Что в этом году Мы на новых автобусах И троллейбусах Не поедем Возможно мы поедем На новых троллейбусов Но уже не по 22 Рубля А по 28 А автобусов новых Не будет в этом году Ну я честно говоря Не вижу Грустно Грустно Почему Городская дума Не предпринимает Активные шаги По этому вопросу Как Можно так говорить В ближайшее время Неизвестно Когда Может что-то получим А может и не получим Какие-то Такие Так скажем Говорила Более четко То она должна В том числе Участвовать В дозначении Таких вот Руководителей На мой взгляд Ну на мой взгляд Таких не очень Эффективных Как вот На сегодняшний день По АТП Поэтому Так как это Самоисключительно Полномочия администрации Поэтому Понятно Что депутаты Могут только Там Писать Возмущаться То есть Ну а в конечном итоге Вот К сожалению Пока Понимания нет Еще один вопрос Есть предложение От ФАС Федеральные антимонопольные Службы По поводу Увеличения Конкуренции И речь идет О муниципальных Предприятиях Которые хотят Отстранить От участия В аукционных И конкурсах Это Как часть Национального проекта Даже рассматривается И Вот в чем суть В чем суть По словам Главы правового управления ФАС Артем Молчанов Кстати раньше у нас работал Который раньше Вот возглавлял Нашу кировскую службу Муниципальные предприятия Хотят отстранить От участия В аукционных И конкурсах Потому что Они имеют Больше преференций И преимуществ И выходя На обычный рынок Будь то дорожное строительство Или обычное строительство Или благоустройство Получает выгодные условия И не дает развиваться Конкурентным отношениям В Кирове Сейчас например Ремонтом дорог Занимаются Исключительно Унитарные предприятия Это одно Городское ГДМС Другое Областной авиатавтодор Вращают внимание Что это снижает Конкуренцию Ну то что ГДМС Это акционерное общество Где участник Сто процентов Муниципальное образование То есть оно как бы Получается Не совсем муниципальное предприятие Не тот муб Который Как бы Мы говорим Фетавтодор Это тоже акционерное общество Где там акционер область Я считаю Что То что касается Дорожного строительства Наоборот Должны Участвовать Такие мощные организации Все что связано С жизнеобеспечением Города И области В любом случае Должна Основные функции Быть под контролем Либо Самообластного правительства Либо Буниципалитета Потому что Чтобы Во-первых Если взять Дорожное строительство ГДМС Это организация Там Или Ветавтодор Которая никуда не денется И исполнит Свои карантинные обязательства Спустя какое-то время Да Не та ушка Которая там Допустим Сделала Закрылась И спросить Несколько Вот Ну и Я говорю Все что Вот Я не соглашусь Какие-то может быть Частные там Истории Какие-то ремонты Такие которые Ну не влияют Никаким образом На жизнь Горожан Возможно Там да Там должен принимать Участие бизнес Но Такие вещи Как Дорожное строительство Я считаю Что в первую очередь Это должно быть Другое дело Возьмет ГДМС Там на субподряд Кого-то Или там Ветавтодор Или нет Это уже их дело Но По крайней мере Даже если они возьмут Кого-то на субподряд То Жители города Они получат Гарантированно Что спустя там Год-два У них придут И По гарантийным обязательствам То есть в этом случае Вы не согласны С предложением ФАС И скорее поддерживаете Сети менеджера Илью Шульгина Который говорит Ровно то Что вы говорите Я считаю Все что связано С жизнеобеспечением города Вот такие Уборка города Вот Даже Вот не знаю Там Региональный оператор По мусору Там освещение Закуп Школьного питания Ну Честно говоря Я считаю Что Тут я готов поспорить Тут намного эффективнее Пример 28 школы Где у них прямое столо Где они сами Занимаются Питанием детей И на мой взгляд Супер успешно Кэппл Тоже супер успешно Достаточно вкусно Дешево И Всем это нравится Я не умудряюсь Еще деньги зарабатывать Потому что гарантированный Поток В принципе Потребителей Да То есть В этой столовой Поэтому Вот это предложение ФАС Угроза Для кого Для жизнеобеспечения Для жизнеобеспечения Города Вы имеете в виду Ну Я считаю Угроза не угроза Но я считаю Что категорично Заявлять о том Что К примеру Там Допустим ГДМС Не может участвовать В каких-то Там Дорожном строительстве Левят-Автодор Ну Наверное Это На мой взгляд Неправильно Почему Потому что Ну Вот мы сейчас имеем Например Когда там Выиграло Строительство Двух новых дорог Какая-то Питерская организация Ну Вот спустя Там Месяц Я думаю Что мы увидим Справились Они нет То есть Вот чтобы не было Таких угроз Я считаю Что Областные И муниципальные Предприятия Они Должны быть Ну Они должны быть Другой вопрос Должны ли участвовать В аукционах и конкурсах А как они не будут Участвовать В аукционах и конкурсах Должны участвовать Я считаю Две минуты До завершения эфира Рада выборов в Кировскую городскую думу Состоятся в ближайшем В сентябре Уже Выдвинутые Единороссы В количестве двух человек Это представители мупов Что сами по себе Уже Вызывают критику Господин Кузьмин Здесь у нас Критиковал их За то Что они сами себя избирают Сами себя контролируют И так далее Уже выдвинутые Справедливые Воросы И Единая Россия И ЛДПР И господин Турул Выдвинулся И господин Лугинин Из Родины Как вы думаете Будет ли острая борьба Я думаю нет Я считаю Что явка Будет крайне Мала И поэтому Буквально Победа Будет зависеть От того Сколько человек Приведет Тот или иной Кандидат Соседей Друзей Приведет Что вы имеете ввиду Кто за него придет Именно за конкретного человека И проголосует Я думаю Придет и приведет Это разные вещи Я имею ввиду Кто пойдет За того или иного Кандидата Например Проголосовать То его будут поддерживать Буквально Будет счет идти Ну если не на десятки То на сотни Договариваться будут? С кем? Между собой Объединяться Коалиции Создавать Я допускаю Что может Тот Как-то Там как бы Сняться Чтобы Где растащить голоса Но Честно говоря Не знаю Не готов сказать Следите за этим процессом Или не особенно? Не особенно Потому что Я считаю Что Тут Ну на мой взгляд Вот Как бы Лично у меня Как бы Понимание Кто победит Наверное есть Кто? Я не могу так говорить Почему? Мы можем пока строить Прогнозы Я считаю Что Как бы Говорить об этом На мой взгляд Как бы рано Но Все-таки Представители партии Власти Это очень важно Потому что Мы же видим Что в Москве Практически Ни одного заявителя От Единой России Нет Все самовыдвиженцами Пошли Ну У любой партии Есть в том числе Там обязанность Выдвинуть кандидатов Я считаю Вот в данном Конкретном случае Кого выдвинула Единая Россия Они просто Выполнили эту обязанность Не более того Пройдут или нет? Вот эти Нет Я считаю Нет Я считаю Нет Потому что Ну это мое мнение Я очень буду удивлен От Единой России Мы сейчас имеем ввиду Не пройдут Вы считаете? Я думаю Спасибо Денис Ерохин Со своим особым мнением Был сегодня у нас в эфире Программу вела Светлана Занько Всем хорошего дня Особое мнение На 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова